Продолжение следует... А вы в курсе, что Музей истории города-курорта Сочи был открыт в июле 1920 года и этим летом отметил свое 95-летие? Сегодня это одно из самых популярных учреждений культуры города, ежегодно его посещают более 100 тысяч человек. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятого. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех сочинцев. И гость нашей программы сегодня – директор Музея истории города-курорта Сочи Алла Гусева. Алла Валентиновна, здравствуйте. Хотелось бы еще раз поздравить и вас, как руководителя музея, и весь коллектив с этим прекрасным праздником. Дата великолепная – 95 лет нашему музею. Но хотелось бы для начала узнать, с чего все начиналось. Немного историю музея, как зародилась идея его создания здесь, на Черноморском побережье. Коллекция музея вообще начала собираться еще в XIX веке. И основателем этой коллекции был сочинец, очень хорошо известный многим жителям города – Василий Константинович Константинов. Это инженер путей сообщения, строитель знаменитого Краснополянского шоссе. И он в доме своей матери Екатерины Павловны Майковой открыл небольшой музей. Этот музей состоял из коллекций в основном естественно-исторического профиля. То есть это были горные минералы, гербарии различные, предметы этнографии и быта. А в 1920 году, уже после смерти Василия Константиновича, опять же в доме Екатерины Павловны Майковой, был открыт уже государственный музей, тогда он назывался Краеведческий музей, который, собственно, и начал свою работу, и вот с этого времени уже официально, так сказать, принимал посетителей. А где он располагался? Я знаю, что это не улица Воровского, где сейчас находится музей. Да, музей несколько раз менял свое место расположения. А находился этот музей на улице Соколова, которая тогда так и называлась – улица Музейная. Затем наш музей переехал на улицу Орджоникидзе, и вот в этом здании на улице Воровского он находится совсем недавно, с 2001 года. Ну и у нас есть сюжет на эту тему, давайте вместе посмотрим. На этой фотографии участник двух войн Алексей Краснов запечатлен в рядах истребительного батальона. В годы Великой Отечественной эти добровольцы, не мобилизованные на фронт, стояли на страже военного порядка в Сочи, прочесывая город, охраняли курорт от шпионов и диверсантов. Сейчас эти фотографии и удостоверения Краснова, руководителя штаба батальона, часть экспозиции Музея истории города Сочи, в становление которого Краснов внес немалый вклад. А гидплакаты военного времени, например, сохранились благодаря именно ему. Сегодня в Сочи это одна из самых больших коллекций в крае. Впрочем, Алексей Краснов боролся не только за сохранение экспонатов о Сочи и для Сочи. Усилиями Краснова в годы войны из оккупированного Крыма были вывезены несколько уникальных коллекций. Ему удалось сохранить эти коллекции и уже после войны, в 1944 году, вернее, после освобождения Феодосии, в 1944 году эти коллекции благополучно вернулись в Феодосию. И в этом, конечно, громадная заслуга была Алексея Петровича. Музеем истории Сочи Алексей Краснов руководил с 1931 по 1948 год. Тогда музей еще располагался на улице Орджоникидзе и только начинал формировать коллекции. Краснов, кажется, успевал все. Прочесывая с батальоном сочинские леса, он серьезно увлекся археологией, что тоже не могло не сказаться на судьбе музея истории. Благодаря Краснову фонды музея, который на время военных действий, кстати, был закрыт, пополнились археологическими находками, относящимися к глубокой древности. Это украшения, сосуды, оружие. Он был участником первой экспедиции на территории Сочи. Ее возглавил от Института истории и материальной культуры археолог Замятин. И вот в этой первой экспедиции участвовал и Краснов. О всех своих находках он писал, каждую тщательно описывал, все зарисовывал. Будучи просто любителем, он все делал как профессионал. Дневники Краснова тоже прекрасно сохранились в музее истории. Всего собрано на небольшом участке слоя по вертикали 15 кремней и 32 АЧП из гальки. Обратите внимание, как он тщательно подходил к своему любимому делу. Сохранились и записи Краснову-преподавателя. Он вел лекции для экскурсоводов. Одним словом, Алексей Краснов был фигурой разносторонней. И, безусловно, его имя навсегда будет вписано в историю курорта, для сохранения которой он сделал так много. 95 лет – это очень-очень длинная история. И, насколько я знаю, в этот юбилейный год вы попытались показать все, что есть сегодня в фондах, в хранилищах, музеях. Расскажите, какие экспозиции были доступны сочинцам и гостям, которые очень много людей посетило в эти юбилейные дни музея. Вы знаете, вообще показать все, что есть у нас в хранилищах, невозможно. У нас свыше 80 тысяч единиц хранения находятся в фондах музея, в экспозиции, в наших отделах в разных районах города. Но мы стараемся как можно больше показать тех раритетов, которые собирались за эти 95 лет. И, конечно, в этом году у нас прошли выставки, которые пользовались невероятным успехом у жителей, потому что они сами комплектовали эти коллекции. И вот одна из последних – выставка «Лики старого и нового Сочи», где мы попытались через предметы быта, которые служили сочинцам на протяжении сотни лет, и, собственно, которые они принесли к нам в музей в качестве подарков. И, кроме того, мы постарались, чтобы эта выставка отразила все три этапа развития нашего города. А эти этапы были очень трудные и очень славные. Первый этап – это зарождение курорта Сочи на рубеже XIX и XX веков, когда государь-император Николай II предпринял попытку организовать в богом забытом уголке, который еще никому не был известен, и в Сочи, собственно говоря, это имя не звучало. И он попытался организовать здесь курорт и привлек сюда купечество, дворянство для того, чтобы здесь, собственно, возродить вот этот замечательный курорт. Тогда ему не верили, считали, что это авантюра, но курорт состоялся. Второй этап – это этап советский, когда прошел первый генеральный план реконструкции Сочи-Мацестинского курорта и был построен совершенно новый город с новой архитектурой. И вот третий этап – это этап сегодняшний, нам посчастливилось жить в этом этапе – это период подготовки, проведения зимних Олимпийских игр. И вот, вы знаете, мы хотели не просто отразить эти этапы, а показать тех людей, которые строили этот город в тот или иной период. И, знаете, мы часто очень забываем о тех лицах, первых лицах нашего города, которые тогда возглавили, собственно говоря, вот это грандиозное строительство. И мы вспомнили на этой выставке и замечательного городского староста Карташова, который, собственно говоря, строил этот первый курорт. Мы вспомнили и председателя горысполкома Белоуса, который, собственно, сейчас является почетным гражданином нашего города. И он не только строил, он еще и в годы Великой Отечественной войны возглавил строительство, создание госпитальной базы в нашем городе. И третий этап – это сегодняшний этап. Анатолий Николаевич Пахомов, который, собственно, тоже огромную работу провел для того, чтобы город не просто выдержал тот сложный период, в котором мы жили, но еще и предстал перед нами совершенно в новом качестве. И вот эта выставка, она так и называется – «Лики старого и нового Сочи». И я думаю, что вот как те памятники истории культуры, которые, собственно, были построены в те годы, и сегодня они являются памятниками истории культуры, я думаю, что очень многие объекты, которые построены были в этот период, они тоже в будущем будут иметь такой статус. Ну, все-таки, если возвращаться к юбилейному году, все-таки выставка «Лики старого и нового Сочи», она была приурочена ко дню города больше, правильно? А вот все-таки юбилейный год. Было очень много выставок, в том числе вы даже предлагали заглянуть в святая святых музея, в запасники. Вот расскажите немножко об этом. Да, вы знаете, мы действительно распахнули не только двери нашего музея в этот период, и у нас было много дней открытых дверей, но и открыли двери наших фондов. Потому что есть у нас, как я уже сказала, огромное количество предметов, которые мы не можем выставить в наших экспозиционных залах. Поэтому группы у нас, собственно говоря, приходили, и мы показывали им фондовые материалы. И, кстати, первыми эту, так сказать, нашу экспозицию в открытых фондах посетила ваша телерадиокомпания. И я, конечно, с огромной благодарностью отношусь к вам, потому что у нас с вами был замечательный проект. Мы в течение всего года показывали наши фонды. И я думаю, что многие экспонаты люди увидели глазами вашей телерадиокомпании, и потом они пришли в музей, чтобы увидеть подлинники, которые экспонируют наши экспозиции. Ну и, кстати, об экскурсии в хранилище музея у нас тоже есть сюжет. Давайте смотреть. Светая святых музея историй города-курорта Сочи. Так его работники называют отдел фондов. Вот этот зал больше похож на обычную комнату. Правда, мебель здесь не самая обычная. Это иранский восточный мебельный гарнитур конца 19 века. Ручная работа. Основа орех, ценный перламутр в качестве украшения. В послевоенное время эта мебель стояла на даче заслуженного врача-невропатолога Степана Корчакяна. После его смерти решением Сочинского горосполкома иранский гарнитур передали в фонды музея. У Корчакяна не оказалось наследников. В гарнитуре 30 предметов. Стол, стулья, буфет и вот такая ширма. Ее использовали для молитв и исповеди. Также мы видим детали декора. Это пластинки деревянные с нанесенными видишками из Корана. Они помещены и на мебель, и на стулья. Еще один зал фонда-хранилища. Так, например, могла выглядеть одна из комнат купеческой семьи конца 19-го, начала 20-го века. Массивная мебель ручной работы с искусно выполненной резьбой. Здесь же хранится письменный стол победителя сочинской малярии Сергея Соколова. А так выглядело спальное место более ста лет назад. Возле кровати часто ставили массивный сундук. Покрытый периной он превращался в детскую кровать. А еще в таких хранили одежду. Это сватерное платье жительницы города Сочи, начала 20-го века. Вот такое нарядное платье. Эти два зала – только лишь небольшая часть фонда-хранилища Музея истории. Всего же фонды насчитывают более 100 тысяч предметов. У нас предметы очень разные. И самый древний предмет, он относится к эпохе палеолита. То есть это предметы материальной культуры первобытных людей. Это предметы быта средневековой эпохи. Это предметы, отражающие культуру 19-го столетия. И, конечно же, 20-го века. Чаще всего в фонды музея предметы попадают из рук простых сочинцев. А в другие музеи для своей коллекции приобретает. Этот пистолет, говорят, в музее мог участвовать в русско-турецкой войне. Большая ценность для коллекции. Такая вещь, конечно, является раритетом. Она представляет большую ценность, потому что является и красивым образцом оружия того времени, и вообще престижно иметь в нашей коллекции предмет такого уровня. Экспонаты, которые хранятся в фондах, не попадают на стенды музея по разным причинам. Одни слишком массивны, другие еще не прошли всех проверочных процедур. Поэтому недоступны для широкой аудитории. Вот когда в июле, 9 июля праздновался день рождения, было очень много гостей и много подарков было, и в том числе от главы города, и от нашей телекомпании. Кто пришел и что дарили? Может быть, как в юбилейный год еще чем пополнились фонды музея? Вы знаете, конечно, самыми дорогими подарками для нас являются экспонаты. И, конечно, мы получили огромное количество раритетов. Это и предметы, как я уже сказала, предметы быта, этнографии. Это коллекции, которые люди хранили у себя. Это были письма с фронта, которые нам принесли. Потому что этот год еще и был год юбилейный, год великой победы. И поэтому, собственно говоря, пополнялись фонды экспонатами различными. Я хочу сказать, это и прекрасное раритетное оружие, которое нам помогли приобрести депутаты нашего городского собрания. Ну и, конечно, глава города, он нам тоже подарил массу подарков, которые, собственно говоря, в город, городу дарили различные делегации. И эти экспонаты тоже экспонируются у нас в музее. Ну и давайте поговорим о филиале, еще одном интересном очень филиале музея, тоже, который сейчас пользуется очень большой популярностью. Это музей спортивной славы. Вы тоже им руководите. Как появилась эта идея? И вот насколько сейчас много посетителей в музее спортивной славы? И как пополняются тоже фонды этого отделения музея? Музей спортивной славы – это необычный музей. Это не просто такое статичное музейное образование. Это, в общем-то, центр информационный и, собственно, центр, где собираются спортсмены. И, конечно, именно спортсмены дарят нам уникальные подарки. И опять же, я не могу о ней сказать о главе города, который все спортивные раритеты он передает к нам в музей. И, кстати, последние тоже самые интересные такие подарки были от Евгения Плющенко, который подарил свои коньки, в которых он стал чемпионом Олимпийских игр Сочи 2014, и свой костюм, который стал для него счастливым. И, конечно, мы получили олимпийское наследие. Это и факелы олимпийские, и чаши олимпийского огня, которые тоже гости и жители могут увидеть в этой экспозиции. Ну и, конечно, ряд таких мероприятий интересных прошли уже. В преддверии, кстати, Чемпионата мира по футболу мы сейчас готовим новую экспозицию. И, собственно, пополняются у нас наши фонды не только современными экспонатами, но и экспонатами, которые отражают спортивную славу города Сочи. Например, вот родственники знаменитого футболиста, сочинца Славы Митровели, подарили нам тоже уникальную коллекцию, которая хранилась у них дома. И вот в следующем году мы откроем уже экспозицию с новыми экспонатами и приглашаем всех жителей и гостей курорта. Я знаю, что есть еще одна мечта – открыть экспозицию, посвященную зимним играм. И там будут тоже вещи, которые приносили болельщики, те, кто зрители Олимпиады. Когда эта идея будет реализована? И вот поподробнее немножко об этом проекте. Ну, у нас сейчас она уже практически частично реализована, потому что мы не можем удержать эти экспонаты в фондах. Мы их самые такие яркие, интересные, мы их тут же сразу же выставляем в экспозицию. Ну, а вот та экспозиция новая, о которой я говорю, она будет готова, наверное, к дню музеев. То есть 18 мая каждый год мы отмечаем День музеев и Ночь музеев. Такая акция проводится уже в десятый раз в нашем городе. И мы хотим порадовать новыми экспозициями жителей и гостей Сочи. А где она будет открыта, эта экспозиция? Значит, сейчас эта экспозиция готовится, пока мы место, я не могу сейчас сказать, где она будет. Не определились пока. Пока не определились. Но я думаю, что это будет очень интересный проект, который заинтересует всех посетителей. Будем с нетерпением ждать открытия. Ну, время нашей передачи подходит к концу. И вот в завершение хотелось бы, чтобы мы подвели небольшой итог нашей беседы. Как директор музея замечательного, о чем вы мечтаете? Что еще, может быть, о какой экспозиции, о приобретении каких новых экспонатов, в каких выставках, может быть, в будущем году уже? Конечно. И я мечтаю о том, чтобы расширились наши экспозиционные площади. Потому что действительно экспонаты у нас поступают. Каждый год мы комплектуемся на 800 единиц хранения. И сочинцы, посетив наш музей, потом снова возвращаются, чтобы подарить нам подарки. Это и личные их коллекции, фотографии, документы. И, конечно, очень печально, что наши площади экспозиционные не позволяют выставить все экспонаты. Хотя у нас много отделов. Это отдел этнографический в Лазаревском. Это музей певицы Валерии Владимировны Барсовой. И музей спортивной славы Сочи, о котором мы уже сегодня говорили. И, конечно, мы стараемся, чтобы все эти музеи были наполнены предметами историко-культурного значения. И чтобы выставки там менялись как можно чаще. Спасибо вам большое за очень интересный разговор. Еще раз хотелось бы поздравить музей с 95-летием. Будем ждать столетия. Я думаю, не менее широко мы отпразднуем и эту юбилейную дату. Я напоминаю, что гостем нашей студии сегодня была директор музея истории города-курорта Сочи Алла Валентиновна Гусева. Спасибо большое. Всегда так. Ну и время нашей передачи подходит к концу. Вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живет наш город Сочи. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин